всем привет друзья сегодня время замечательных историй да мы так их любим эти замечательные истории вот смотрите появился в сети приговор суда ссылочку я вам оставлю в описании можете полностью ознакомиться если захотите но суть в чем один замечательный сотрудник полиции сектора реагирования патрульной полиции решил посоставлять левое постановление то есть он просто брал в постановление вносил данные абсолютно несуществующих людей придумывал обстоятельства и выписывал постановление в основном все это сводилось к распитию там спиртных напитков пива и курение сигарет в общественных местах на автобусных остановках и все такое в итоге он составил там несколько десятков таких постановлений там 36 по моему если не ошибаюсь и мало того что он их составлял потом еще у него был доступ к информационной системе национальной полиции он еще и вносил эти постановления часть из них по крайней мере он самостоятельно еще и вносит то есть таким образом еще нарушал еще одну статью уголовного кодекса то есть вот то что первое то у нас служебный подлог называется а второе это вот 363 162 статья уголовного кодекса вмешательства в работу информационных систем там и бла-бла-бла и в итоге суд ему присудил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год ну то есть понятно дело он не сел и так если посмотреть то сама история это прекрасно без каких-либо там дополнений на эти комментариев и всего остального ну это просто замечательно полицейский просто штамповал себе постановление и вносил левое абсолютно постановление с левыми людьми адресами обстоятельствами в информационную систему но лично у меня всегда есть что сказать и скажем так с чем сравнить да что подметить и что интересного вам сообщить для размышлений ну во первых меня заинтересовал размер наказания повторюсь ему дали три года со строчкой исполнения в один год если помните совсем недавно я вам показывал видео где 2015 году еще тогда сотрудники гаи избивали молодого парня так вот эти замечательные сотрудники гаи получили тоже три года лишения свободы с испытательным сроком в два года то есть отличается от вот этого вот фальсификатора только лишь длительностью испытательного срока и те не сидели и этот не сядет то есть фактически никакой разницы вот серьезно это же не разница мне почему-то кажется я конечно не считаюсь специалистом в области уголовного и уголовно-процессуального права но что-то мне подсказывает что одно и второе правонарушение они в общем-то очень сильно отличаются ну степенью общественной опасности если вот посмотреть на фальсификатора посчитать приговор так там вообще указано что данное данное преступление не нанесли никакого материального ущерба и то есть вообще никто фактически не пострадал а вот там вот парень пострадал и по здоровью да физически морально и вещи ему там испортили порвали то есть и материальное пострадал но наказание одинаковое что для тех что для этого что-то мне подсказывает что это не совсем справедливо ну может вы считаете по-другому напишите в комментариях нюанс 2 если тоже почитать внимательно приговор в принципе этот и по тому случаю и поэтому то мы увидим что когда суд оценивает личность обвиняемого тот в данном случае тоже он написал суд что обвиняемый характеризовался позитивно значит он там такой хороший молодец исполнительный все такое то есть суд это принял во внимание при назначении меры наказания и тогда тоже те предыдущие гаишники тоже положительно характеризовались и в принципе если взять абсолютно любой переговор в отношении полицейских они все характеризуются позитивно странно как-то получается вот эти вот все замечательные позитивные полицейские постоянно творят вот такую вот дичь может все-таки это вранье и они не характеризуются позитивно может это просто для красного словца вы делаете поэтому ну наверное не очень справедливо тоже на это обращать внимание иначе очень я же очень странно положительные все позитивные ребята полицейские но творят такую дичь что просто на голову не натянешь еще один нюанс который меня лично заинтересовал полицейский если посмотреть опять таки в приговор он составлял эти постановления с определенной периодичностью 1 2 2 2 1 2 2 там четко видно по датам если посмотреть есть определенная периодичность и иногда он 2 в неделю составляла иногда в неделю 2 в неделю в разные дни иногда 2 в неделю в один и тот же самый день и вот вот мне интересно вот и я думаю вам тоже самое интересно подумать над тем а он что просто так их составлял с определенной периодичностью а может все таки начальник ему план поставил ему его коллегам что нужно столько-то там постановление там в неделю до либо в месяц и поэтому он составлял вот с определенной периодичностью ну логично абсолютно логично просто некоторые полицейские ездили кошмарили людей но этот видимо был абсолютно там безвольный бесхребетный он решил просто фальсифицировать вносить туда левых интересный такой товарищ но начальника же никто не наказал и не накажет оказывается что этот полицейский ну вот просто ему так захотелось до вносить левых людей в постановление и вносить их потом в базу национальной полиции и муж так просто захотелось скорее всего так ведь ну вот как вы думаете напишите в комментариях и последний самый интересный нюанс это то что когда полицейский вот этот вот составлял на несуществующих людей постановление это у нас в итоге вылилось в то что суд признал его виновным в служебном подлоге хотя при этом никому никакой ущерб нанесен не но когда такие же самые действия производят полицейские в отношении конкретных людей до вписывают существующих людей в постановление но при этом указывают абсолютно выдуманные обстоятельства и в там не прилагают никаких доказательств то тут почему-то суды у нас не приходит к подобному выводу ну ладно суды не приходят изначально гбр почему-то не приходит к выводу о том что это тоже служебный подлог вот как интересно может быть потому что вот это вот чудесный полицейский когда выписывал вот это левое постановление он не наполнял казну скажем так а вот те полицейские которые на реальных людей составляют левое постановление они наполняют как казну и поэтому они значит не совершают служебный подлог что ли ну так так получается подумайте над этим вот такие вот чудесные у нас истории происходит причем происходят они каждый день я не доверяю национальной полиции всем этим фальсификатором и вам не советую призываю я у у у у у у у Субтитры сделал DimaTorzok